Меня зовут Осина Татьяна. Я психолог, семейный психолог с опытом работы более 25 лет. Много клиентов, много вопросов, особенно на тему сегодняшнего дня. Ко мне приходят родители, у которых дети не слушаются, подрастают, становятся подростками и не хотят считаться с мнением родителей, а еще отслеживаются первые признаки зависимостей, либо зависимость уже диагностируется. Поэтому сегодня у нас тема «Подростки в зоне риска. План действий при возможной или подтвержденной зависимости». Хочу сказать, что подростки – это всегда зона риска. Это возрастные кризисы. Это переход от детства к взрослости. Причем начинается это теперь очень рано. Вы знаете, дети взрослеют гораздо раньше, чем несколько лет назад. И в 9-10 лет – это уже ранние подростки и уже могут показывать признаки подростковых и взрослых кризисов. Особый риск – это средние подростки, то есть это с 12 до 16. И уже поздние подростки там уже попроще, особенно у девочек. Вы знаете, девочки взрослеют раньше, мальчики чуть позже. Но это не говорит о том, что девочки не попадают в зону риска. И сегодня буду говорить больше, может быть, ссылаясь на мальчиков. Но это же касается и девочек. Итак, какой же кризис возрастной может быть? Хочешь, не хочешь, а гормональный обмен меняется. Вы, наверное, заметили, что от ваших детей начинает пахнуть потом. И сальные железы тоже выделяют определенные ферменты. То есть такой неровный гормональный обмен, которого не было раньше. В детстве у детей все проще гораздо. Наши подростки сами не ожидают. И это именно на них и влияет. Например, то бессонница, то совсем не хочу спать, под утро очень хочется спать. Это тоже гормональные всплески. Может быть, сонливость вообще и такое состояние усталости, апатии, такого сниженного уровня энергии тоже может быть. Может быть, тревожность, ни с чем не связанная. Просто тревожит, все пугает, что-то меняется. Это работают гормональные железы. Либо все раздражает. Раздражает цвет стен. Как мы живем, какой образ жизни, какая погода, какая природа, как я одет, моя одежда. Все раздражает. Раздражает школа, раздражают учителя. То, что они задают, абсолютно все. Побертат. Тоже никто не отменял. Это тоже гормоны. Когда вдруг что-то растет, что-то меняется, какие-то появляются влечения, непонятно, чего хочу. Но тяга есть, когда обращают внимание на половые признаки противоположного пола. И невозможно от этого оторваться, когда это крутится все время в голове. Мало того, это тема. Тема для разговора среди сверстников. Это тема интереса. И, конечно, с кем поделиться. Если не вы рядом, как родители, то кто? Это его среда. Там, где друзья, там, где приятели. Либо интернет. Что еще? Физически меняется тело. Что-то растет, а что-то не успевает расти. Это как касается внутренних органов. И поэтому могут появляться определенные боли где-нибудь. Например, сдаете кросс. А где-то под лопаткой или под ложечкой тянет, колет, болит. Потому что физическая нагрузка вызвала натяжение каких-то органов. Мало того, то руки, то ноги выросли. А, например, туловища нет. Может быть, голова большая, а сам еще маленького роста. Либо наоборот. И это, естественно, не нравится. Никто из подростков себе не нравится в зеркале. Какие бы ни были красивые черты лица, что бы красивое ни одел, все равно не нравится ни то, ни так, ни это. И не сомневайтесь, даже если ваш подросток вам об этом не говорит. Мало того, самое страшное, если кто-то в этот момент из значимых людей начинает критиковать, подкалывать, смеяться над этим. Это касается как одноклассников, друзей, так и вас, родителей. От вас нужна точно в этот момент поддержка. Вот не забывайте, от родителей в этот момент нужна поддержка. Во-первых, знание того, что это временно. Дать понять, что все равно красивый, все равно прекрасный, все равно это все израстется, все равно ты научишься, сможешь, ты справишься. И чаще рассказывайте о себе. Ведь вы помните, какими вы были подростками. Даже если вам не разрешали родители что-то открыто выражать, говорить, чем-то делиться, но вы же делились с кем-то, либо вы думали об этом же самом, рассказывайте о себе, будьте в контакте со своими детьми. Тогда им будет проще, они будут понимать, что раз родители справились, значит и я справлюсь. Говорите своим детям о том, что они состоят именно из вас. Они не от какого-то дяди чужого, они именно из вас, из этого папы, из этой мамы, из этих бабушек и дедушек. Поддерживайте именно в этом. Говорите, какие красивые вы потом выросли, показывайте свои фотографии молодости, делитесь тем, как вы научились с этим справляться, себе нравится. Заботьтесь об этом. И усталость. Уважайте состояние вашего ребенка, когда он говорит, что он устал, что ему никак, потому что его тело не успевает, оно не дает ему достаточно энергии для того, чтобы справиться со всеми задачами. Конечно, хорошо помогает спорт, хорошо помогает тренированное тело и мышцы, и это помогает справиться и с пубертатом, потому что через плод выходят хотя бы те гормоны, которые связаны с сексом. Также разряжать можно через слезы, рыдания, крики, слюну и, естественно, потеть. Вот потеть очень полезно, как девочкам, так и мальчикам. Но если ребенок сказал, что он устал, не насилуйте его. Ему никак. Давайте больше отдыхать, может быть, даже днем поспать. И, естественно, заботитесь о его питании, чтобы питание было правильное. Это не фастфуд и, конечно, не макароны, не углеводы прямые, чтобы это не было сплошное сладкое. Просто говорите о правильности, о последствиях. И, конечно, как говорит моя невестка, гугл вам в помощь. Что еще? Авторитет родителей падает. Это вы, наверное, уже заметили и знаете. То есть авторитет друзей, его компании, сверстников, равных. Это очень важно. Так устроен человек. Так его природа. Потому что в этот момент ваши дети начинают себя чувствовать в своей среде. Это важно. Он не вечно будет с вами жить и не вечно будет слушаться и подчиняться. Нет. Ему нужно научиться в среде своих одногодок или, да, плюс-минус чувствовать себя равным. И, к сожалению, ради этого он будет подчиняться интересам компании. То есть, если в его среде друзей курят, он тоже будет курить. И это даже не любопытство. Хотя любопытство очень великая вещь. Хотя хочется, когда хочется все попробовать, все посмотреть, все на зуб. Это как в детстве, да, когда пальцы в рот суют. Ну, в подростковом возрасте начинают пробовать абсолютно все, что показывает компания, что показывают друзья. Если они играют в какую-то определенную игру, ему тоже надо. Если купили определенные телефоны, гаджеты, ему тоже надо. Я понимаю, что все, что он хочет, вы не будете ему позволять, но обязательно говорите с ним об этом. Нужно ли это именно ему или потому, что у всех есть. И потому, что это ценится в той компании, где он находится. Вот это дань какой-то моде той компании. Потому что у него нет слова последствия. У него нет опыта. Он только-только начинает жить своей жизнью, и у него нет опыта преодоления, и нет слова последствия. Он не знает, что будет потом. Вот если вы в доверительных отношениях, если вы рядом, то вы можете сказать, что может быть потом, как взрослый человек. Подтверждая, конечно, аргументами, правилами, может быть, нормами, может быть, законами. Это очень важно дать понять, потому что наши дети, наши подростки, они такие безбашенные. Они же не боятся ничего. Они же, да, и смерти не боятся, и потери здоровья не боятся. У них еще не сложились ценности. Вот ценности – это тоже ваша ответственность, как родители. Что у вас принято в семье, то будет и у ваших подростков. Естественно, не запрещать. Не без всякого насилия и критики, без подколов, без высмеиваний, но быть рядом и разговаривать, объяснять, и, может быть, на своих примерах. Разрыв контакта с вами происходит именно из-за конфликта отцов и детей. Вот он как раз в этом возрасте начинается. Когда вы с ним разговариваете, он вас не понимает, и вы на это прямо жалуетесь. Я говорю, он не понимает. Он не воспринимает, что я говорю и как. У него другой сленг, другой вообще лексикон. А ваш подросток думает, они старые, они ничего не понимают, они не смогут меня понять. Надо с ними вообще меньше разговаривать, меньше делиться, меньше общаться. Они просто отсталые. Это временно, чтобы вы не испугались, что ваши дети всегда будут такие. Чем они будут взрослее, тем все вернется на свои круги. Но сейчас самый острый период. Итак, какой же план ваших действий по отношению к изменениям отношений в семье? Это наладить эффективный контакт с вашим подростком. Именно быть с ним рядом. Искренне, искренне подчеркиваю, интересоваться тем, чем он занимается. Что ему интересно. Именно ему, без всякой критики, без упреков, вы можете задавать вопросы, вникать и прямо почувствовать, почувствовать интерес своего ребенка в том, чем он занимается. Если вы будете об этом знать, то вы вовремя сможете среагировать. Занять рядом с вашим ребенком свою взрослую позицию. Не быть ему подобным, как подросток. Не вести себя, как подросток. Не стать им же рядом, чтобы заменить ему эту среду, да, сверстников. Нет, у вас не получится. А именно быть взрослым родителем, любящим, поддерживающим, ресурсным. Именно проявлять любовь. Проявлять любовь на том языке, на котором ваш подросток понимает, что вы его любите. Кому-то нужно обняться, а кто-то не позволяет себя обнять. Кому-то нужно говорить слова, а кто-то говорит, не говори мне этого ничего. Ищите языки любви. Возможно, они поменялись. Возможно, в детстве у вашего подростка были одни языки любви, а теперь стали другие. Ищите общие точки соприкосновения. Но вы как взрослый, а подросток как ваш потомок, как ваш ребенок. То есть, главное в семье – это вы. И вы устанавливаете правила, нормы, традиции. И это обязательно нужно объяснить, что будет так, как принято в нашей семье. Будет так, как мы договоримся и будем жить. До 18 лет. Понятно, в 18 лет он имеет право все для себя решить по-другому. А до этого момента он подросток, и он полностью от вас зависит. Но не манипулируйте этим, а показывайте правильно, кто главный, а кто нет. Глава семьи обычно один, поэтому договоритесь между собой. Папа или мама будет главой семьи, и кто будет более эффективно общаться с вашим подростком. Важно это делать без какого-либо насилия, без упреков, претензий, критики, оценок. Вот эти вещи важно исключить вообще. Слово «надо», «нужно», «должен», «обязан» тоже уберите из лексикона и даже из мыслей. Это слова «насилие», и они обязательно вызовут протест. Причем очень острый протест вашего подростка, он же как ежик, он же без кожи, у него новые гормоны, он реагирует слишком ярко и сильно, либо, может быть, уже так себя тормозит, чтобы никак не реагировать. Но тогда он перестает с вами общаться, и между вами появляется дистанция. Опять не туда. Дистанция будет непонятно, что с ним происходит. Вам будет непонятно, что с ним, а он не будет с вами в контакте, и не будет знать вообще, что вы думаете, что вы от него хотите. Вот это противостояние приведет, конечно, к тяжелым вещам и последствиям. Может быть, наладится само, но мы сейчас не об этом, что вы само. Мы делаем так, чтобы быть эффективными родителями. То есть вы говорите, лучше, конечно, с юмором, со смехом, привнесите этого больше в семью. Находите общие точки, когда вам всем весело и смешно. Тогда будет здорово. То есть нормы и традиции – это не жесткие какие-то ворота закрыты, а это договор, и это все легко и весело. И в любой момент можем еще раз договариваться. У вас опыт, поэтому именно вы знаете, как будет дальше. То есть почему такие правила, почему так установлено, почему вы об этом просите и говорите. Важно еще быть самому авторитетом для своего подростка. То есть не я взрослый, поэтому мне можно, а тебе нельзя, потому что ты маленький. А это я делаю сам, для того, чтобы в нашей семье что-то было, либо я чего-то точно не делаю, чтобы в нашей семье этого точно не было. Особенно, когда мы говорим о рисках зависимости. То есть если ваш подросток курит, то не курите сами, бросьте сами. Если ваш подросток, вы боитесь, что он начнет употреблять психоактивные вещества, прекратите это делать сами. Ни по чуть-чуть по пятницам, воскресеньям, субботам, ни в праздники побольше, а вообще никогда ничего. Мы это не делаем, чтобы в нашей семье этого не было никогда. Ведите вообще здоровый образ жизни. Что такое? Это только то, что принято у вас в семье. Что с вашей точки зрения по здоровому? То есть придавайте ценности. Например, чистоте. Папы, брейтесь чаще, стригитесь чаще, ходите в парикмахерскую, одевайтесь красиво, даже дома. Мамы, ухаживайте за собой, сделайте прически. Подростки. Вот многие мои родители, которые приходят, говорят о том, что подростки не убирают у себя в шкафах, у себя в комнате, не застилают кровать. Это естественно, потому что он пробует всё. Он пробует, как это будет, за какой период времени эта пыль накопится, что невозможно будет вообще в этом находиться. Он устал, ему, возможно, лениво. Это естественно для подростка. Ваше дело не критиковать его территорию, что у него там грязно, ужасно, беспорядок и прочее, а именно в своей территории, там, где вы, создать именно такую чистоту, порядок, тот, который нравится вам, и радоваться этому. Вот радоваться искренне. Не показывать, вот я такая прекрасная, у меня так всё убрано, а у тебя грязно, а именно мне это важно, это ценность, это здоровье, придать значение здоровью, дружбе, то есть партнёрским отношениям в семье, чистоте, порядку, красоте, а также радости жизни, полноценному отдыху. Вот такой жизни, которая вызывает позитивный настрой. Старайтесь это сделать вне зависимости от того, что делает ваш подросток. Это важно. Он поймёт, что можно жить и радоваться вне зависимости от того, что с ним происходит или что, ну, происходит сейчас, страшное что-то в его жизни, какая-то неурядица, сам собой недоволен, друзьями недоволен, какое-то горе, двойка, может быть, да, страхи по ЕГЭ и ОГЭ, всё можно преодолеть, когда мы вместе, когда мы в поддержке, когда мы друг друга любим. Подумайте о планах на Новый год. Вместе подумайте. Как бы вы хотели Новый год отметить? Спросите своих подростков, что они думают на эту тему, как бы им было комфортно. Настрой, настрой на будущее, на то, что будет хорошо. Возможно, план, как провести каникулы, может быть, как провести вместе отпуска летние, а также перспективы вообще развития вашей семьи. Напишите план развития, например, на ближайшие полгода. Чего мы хотим все вместе достигнуть? Какого уровня? Даже если мы хотим заработать денег, что мы можем для этого сделать? Если мы планируем интересную поездку, как мы можем её, да, кто-то заказывает билеты заранее, кто-то смотрит, где скидки, кто-то смотрит, куда мы всё-таки едем, на самом деле, историю этого места. Что интересно всем членам семьи? Чтобы, естественно, все объединились вокруг одного плана действий вместе. А также можно спланировать на год, на два, на три, на пять. Представляете, через пять лет какая будет красота? Возможно, вашим подросткам будет восемнадцать, девятнадцать. Куда они будут поступать? Что они будут делать? Как мы будем это всё делать? Как мы будем это всё организовать? Может быть, мы хотим поменять машину для всей семьи? Может быть, мы хотим научиться прекрасно плавать или кататься на горных лыжах? Замечательно! Это будет очень хорошая работа всей семьи вместе с вашими детьми. Спрашивайте их мнения, слушайте их внимательно, даже если они парадоксы какие-то предлагают, даже если что-то несбыточное, нереальное. Не отказывайтесь, а наоборот, поддерживайте эти идеи, развивайте, передавайте ответственность, как мы будем этого достигать. То есть, все вместе планируем, но очень важно быть, конечно, ответственными за это, если уж вы что-то напланировали, то вы точно этого достигнете. Точно будете в эту сторону стремиться, но либо вы передумаете. На полпути можно передумать, и ничего нет страшного, что мы решили сделать это по-другому, по-новому. Как вам интересно, как вам нравится, важно делать весело, интересно, со смехом, и обязательно с уважением к мнению своих детей. И начинайте, если у вас их несколько, спрашивать младшего, потом среднего, потом старшего, и потом только высказывать свое мнение, потому что ваше мнение более важно, более значимо, ну и в общем решающее в таких вопросах. при подтвержденной зависимости, то есть когда вы уже видите действительно признаки зависимости, где наши подростки обычно зависают в играх, возможно в компьютерных клубах, возможно всю ночь какую-то режутся в определенную игру, может быть уже там групповой процесс какой-то. Значит, на что важно обратить внимание всей семьи на выздоровление. То есть любая зависимость это семейное заболевание. Это не подросток вам в семью принес заболевание. Оно, видимо, копилось несколько, может быть, десятков лет из поколения в поколение, и вот оно вылилось в зависимость у вашего потомка. Он просто крайний, поэтому он берет на себя тяжелое. Так не должно быть. Вы садитесь и пишите план выздоровления всей семьи. И начинать выздоравливать. нужно будет именно родителям. Сначала родители к вам присоединятся ваши дети и подростки. Почему? Они полностью от вас зависят. Им никуда не деться от вас. Вы вместе еще на несколько лет. Поэтому план выздоровления ваш и план выздоровления конечно для ваших подростков, для ваших детей. Пишите конкретные действия. Если что-то непонятно, обращайтесь к специалистам за квалифицированной помощью. Именно к тем, кто справился, кто идет впереди, кто специалист в этой области. Обращайте внимание на то, столкнулись вы с сопротивлением вашего подростка, либо он действительно охотно пошел на ваши условия и разговор. Важно, чтобы он видел цель, что он важный, нужный, значимый, любимый, что вы его любите, поддерживаете, цените и хотите, чтобы он был здоров, что вы в нем видите свои наилучшие черты, а может быть не только наилучшие, но вы в нем узнаете свои черты, которые вы преодолевали во время, и вы ему объясните это, что все в жизни преодолимо. Я вас уверяю, что абсолютно от любой зависимости можно выздороветь. От любой. Никакой катастрофы в голове, никакого минора тоски, депрессии не должно быть. Нужна помощь как вам, как родителям, так вашим детям, подросткам и всей семье в целом. Поэтому план выздоровления для каждого члена семьи и для папы, и для мамы. Если вы живете с бабушкой или с дедушкой, то и для них тоже, для старших братьев и сестер, и для вашего подростка. Все можно сделать и действительно будет замечательная семья. Если у вас сейчас есть вопросы, я готова на них ответить. Стоит ли говорить начальнику другу, знаем друг друга 20 лет, что у него развился трудоголизм и ОКР, и все это ухудшается. Ему 51 год. Я сама ВДА и созависимая. Раньше не замечала, но после своего выздоровления осознала. Он раздражен, как сухой алкоголик на зубах. Срывается. Будет же отрицание. Все-таки он мне не муж и не сын, но многое прошло вместе. Заменил мне отца, который погиб от алкоголизма в 44 года. Теперь я понимаю, почему наши отношения такие крепкие, но висфункции. У него мама учитель, папа генерал-майор, он точно понимаете, что ваш близкий друг созависим, но когда вы будете с ним разговаривать о его трудностях, о его трудоголизме, очень важно не разговаривать с ним, как с начальником. Вы подчиненная, да, он начальник. Важно разговаривать как с другом. И начать разговор именно с этого, то, что вы сказали, что ты мне в свое время заменил отца, ты мне близкий друг, мы с тобой много чего прошли, ты мне твою жизнь. Можно ли, спросите его, можно ли я тебе об этом скажу. Если он откажется, лучше спросить тогда, а сможем ли мы когда-нибудь об этом поговорить, потому что я очень за тебя переживаю, мне очень важно с тобой об этом поговорить. И назначьте все-таки встречу отдельную, не на работе, а где-то на нейтральной территории, чтобы поговорить об этом. Очень с большим принятием, с поддержкой. Он имеет право не выздоравливать, он имеет право нести тяжелое. Просто ваша задача с ним поговорить по-теплому, по-доброму, поддержать его и дать координаты, где выздоравливали вы. Этот человек тоже имеет право выздороветь. Вопрос такой, а если есть неврологический диагноз с детства, например, рацион, у него впоследствиях тоже большой риск зависимости. Если этих детей воспитывать и вовремя восстановить таблетками, то они отличниками бывают. Но кто ж нас учил верно воспитывать, еще и папа с зависимостью? Эти дети без контроля не сумели, раз ответственность не сумели вовремя им передать за здоровье учебу. Мой сын с компьютерной зависимостью, спать в 2 часа ночи, колледж прогуливает, учиться не хочет, за 2 месяца 4 больничных, горло болит или кашель, парит вейпом уже и дома. Ну вот, что я вижу в вашем вопросе, вот у вас нет взрослого, любящего, поддерживающего рядом, именно взрослого, родителя. Правила в семье, там, где живет ваш сын, подросток, устанавливайте вы. У вас в правилах написано, что можно вейпы курить прямо дома. Ведь так не должно быть. Поэтому устанавливайте правила с любого принятием. Понятно, что вы не умели этого раньше. Вот вы говорите о том, что вас никто не научил. Да, не научили. Это факт. И это прошлое. У вас есть сегодняшний день. Вот начиная с сегодняшнего дня мы устанавливаем новые правила. И так, как было раньше, расцветала зависимость, как курение, как сидение в интернете, в играх, расцветало. И больше этого не будет. Любви больше, правил, норм, границ больше. Но начинайте с любви и поддержки. Заручитесь поддержкой еще своих близких. Кто, кроме вас, живет с вашим подростком вместе? Может быть, у него есть папа, может быть, у него есть значимые бабушка, дедушка, сестры, братья, чтобы все были в едином ключе. Вот сегодня говорила план выздоровления вашей семьи. Вам выздоравливать и сын присоединиться, даже если у него есть какие-то диагнозы. Важно, что нет инвалидности по психиатрии. Вот это самое главное. И даже когда она есть, все равно все решаемо. Вопрос, что такое план выздоровления семьи? План выздоровления семьи делается письменно. Берете бумагу и пишете, что нам нужно в семье изменить, чтобы наша семья стала здоровой. Начинайте спрашивать с маленьких, я уже сегодня говорила, может быть, они скажут, чем они недовольны, что им не нравится, и они выскажут свое мнение, потом средние, потом старшие, что вам всем не нравится. Решите, что вы с этим будете делать, потому что если что-то не нравится, а мы сидим и терпим, то вот этот сидим-терпим выливается в зависимость. Нужно куда-то от этого терпения куда-то рвануть, либо в светящийся экран, либо в измененное состояние, то есть так развивается зависимость. Поэтому устраняем прежде всего то, что нам не нравится. И это план устранения того, чего не нравится. Может быть, мы давно не делали ремонт, надо сделать. Может быть, у нас слишком много крика, нелюбви, претензии к друг другу. Убираем, учимся разговаривать по-другому. по-новому. Может быть, мало самостоятельности, мало передали ответственность. Кто-то диктует свои условия, кто-то должен обязательно подчиняться. Насилие. Убираем насилие. То есть начинаем исследовать этот процесс. Если все-таки непонятно, вот это все сделали, но непонятно, что делать, нужно идти к специалистам, которые идут вперед, которые уже выздоравливают от зависимости. Это бесплатные сообщества, либо психологи, которые знают, что с этим делать. Они должны обязательно быть в курсе зависимости. Специализация у этих психологов должна быть. То есть, если вы записываетесь, то спрашивайте. В нашем центре мои ученики все владеют специализацией по работе по работе со зависимостью и зависимостью. Эфир обязательно будет сохранен? Да, эфир будет обязательно сохранен. Вы не волнуйтесь, вы можете его пересмотреть, переслушать и использовать так, как вам. Это будет полезно. Так, следующий вопрос. Как реагировать, что говорить из позиции здоровой части в здоровую часть сына? Ну вот получила я опять информацию, что нет его в колледже, и что ему сказать по-новому, по-здоровому? Я не очень понимаю. Значит, сын учится в колледже. Он сам выбрал этот колледж, но в него не ходит. Поэтому, прежде всего, как взрослого человека, он же еще и взрослый, он учится в колледже, это уже не школа, и не начальная, и не средняя даже школа. Это колледж, это большая ответственность. Его нужно, его взрослую часть спросить, дорогой мой сынок, вот ты не ходишь в колледж, ты не хочешь там учиться, тебе не нравится там учиться, ты хочешь поменять учебное заведение, естественно, осознавая последствия. Потому что, если он оттуда уходит или вылетает, то что дальше? Что с ним будет дальше, если он не будет учиться, или его оттуда отчислят, что будет дальше? Потому что, возможно, он не осознает слово последствия, он думает, что его будут держать там вечно. особенно, если колледж платный, и вы за него платите. Он думает, что вы будете платить за него вечно. Этого не будет, нужно обязательно сказать, этого не будет. Я со своей стороны убираю свои ответственности, как оплату колледжа, либо еще что-нибудь. Я вынуждена это сделать, потому что не выполняются наши договоренности о том, что ты учишься, а я тебя содержу. Сыну 16 и надо у него забрать смартфон, так как признаки зависимости уже серьезные. Играет в киберигры или сидит в смартфоне до 2-3 ночи. В каникулы всю ночь. В колледж почти не ходят, обманывает, что пойдет, берет деньги на обеды. Разбудим, уйдем на работу, а он поест и снова спать. И так с 8 класса. Агрессивно настроен на разговоры о телефоне. Про получение профессии в разговоре молчит. Часто говорит, что не хочет учиться. Парит вейв. Жижи покупают в складчину на разлив у кого-то или экономят на обедах. Денег не даем, кроме обедов и транспорта. Ему хватает на жижи и дешевые вейвы. То есть мы боимся, что отобрав силы смартфон, он начнет двигаться в сторону поиска противозаконной работы. Жижи продавать уже было и закладок боимся. У ребенка диагноз и сосудистая проблема. Продолжение к тому вопросу. Да, значит, прежде всего ваша задача как родители не определиться, почему же вы участвуете в этом процессе как потакатели. Вот все, что вы перечислили, называется потакатель на программном языке. Даю деньги на обеды, зная, что он не обедает. Даю деньги на транспорт, зная, что он не едет в колледж. Продолжаю то видимость, что он вроде бы учится, на самом деле он употребляет психоактивные вещества, которые очень разрушают здоровье. И мы почему-то об этом с ним тоже не говорим. А за его здоровье кто отвечает? И очень много страха. Вот вы говорите боюсь этого, боюсь этого, боюсь этого. Отрабатывайте, дорогие мои родители, страх. Это не взрослая позиция, взрослый человек по крайней мере со своим страхом что-то делает, чтобы не бояться. Это первое. Не давит внутри, проглатывает. А именно учиться это выплескивать в безопасной обстановке, отреагировать, естественно, успокоиться, быть взрослым, сильным, спокойным, уверенным в себе и говорить не хочешь учиться, не учись. Тогда что? Тебе 16 лет, какие тогда деньги, где ты будешь зарабатывать, потому что это тяжелый физический труд. А тебя ни один работодатель на такой труд не возьмет. В 16 лет нельзя работать на тяжелом физическом труде. Значит, что ты будешь делать? Ты будешь у нас домохозяйка и мы за твою работу домашнюю будем скидываться тебе на продукты. Или как? Вот важно. Первое. Отработать страхи. Дальше. Осознать, что вы взрослые, большие и вы несете ответственность за свою часть договора. Ему 16 лет, 2 года вы еще несете уголовную ответственность за своего сына. Пожалуйста, несите эту ответственность. Если вам сейчас непонятно, что делать, ну, возможно, из того, что я говорю, не очень понятно, приходите на консультацию очно онлайн. Пожалуйста, помогу. Установим план выздоровления вашей семьи. Будете его выполнять. Сын перестанет быть зависимым и пойдет учиться. А куда ему деваться? Он от вас зависит. Еще вопрос. Сейчас послушала лекцию, как говорить, чтобы тебя услышали. Очень мучает вопрос, так как текст разговора проверить некому. Нужно выйти на разговор с компьютерозависимым сыном, так как он не спит, не учится, ест днем только сладко, ест лежа на животе с телефоном, болеет по два раза месяц, температура. В планах ничего нет. Учиться работать не хочет. Только фантазии, что пойдет работать. О чем говорить с ним? Ну, вообще, интересная позиция вашего сына, который прям в иллюзорном мире в каком-то живет. Какой-то в детскую позицию упал совсем, да, он как-то вам подыгрывает, видимо, ест сладкое, да, не спит ночью. Еще температуру выдает два раза, как будто в детский сад пошел и вот у нее там вирусная инфекция. Во-первых, нужно заняться его здоровьем и объяснить ему, что если он не займется здоровьем, то этим займутся другие врачи. То есть, есть больницы, в конце концов, есть стационары, где действительно нужно пройти обследование и определить, что, собственно, с ним такое, почему температура два раза в месяц. Так не должно быть. даже при том, что у нас с вами гормональный обмен меняется и растет организм по-разному, но дважды в месяц организм выдает сбой иммунной системы. Температура – это об этом. Иммунитет что-то там у него страдает. Значит, обследуемся, об этом говорим обязательно, о том, что зависимость, говорим прямо и четко, и говорим, нет, в нашей семье этого не будет. С чего ты взял, что это можно у нас? Кто у нас еще зависим? У нас нет зависимых. И, естественно, говорим о последствиях. Что дальше? И если он выдает информацию, то тогда разговариваем дальше. Не выдает – ждем, но ничего в его сторону не делаем. То есть не готовим, не гладим, не стираем, не убираем, но добавляем любви. Говорим, ты мне нужен, ты мне важен, ты дорогой, любимый, единственный. Вот об этом говорим. Говорим, что ты мне нужен, ты мне дорог, ты важен. Что-то у вас утрачен контакт. Вот контакт налаживаем. Это обязательно. Что делать, если ребенок ничего не рассказывает о себе? Начните рассказывать о себе сами. Но спросите разрешение. Тебе интересно, если я о себе что-нибудь тебе расскажу? Вот у меня сегодня был такой интересный день. Вот я увидела это и вот это. Рассказывайте своему ребенку о том, что у вас нового и хорошего. И какие открытия в своей жизни вы делаете. Ежедневно, ежечасно. Какие у вас планы на ближайшее время? Как вы интересно живете? Рассказывайте о своей интересной жизни, о любви, о радости, об удовольствии, о планах. Понимаете, какие ценности мы возрождаем? Тогда ему будет интересно с вами общаться. Когда есть о вас откровенная, честная информация. Тогда им интересно будет тоже сказать. Опять же, особое время для своих детей. В нескольких лекциях говорю об этом. Поэтому учитесь давать тепло, любовь. Даже если он не разговаривает, даже если он не разрешает заходить в комнату, через стенку на расстоянии, он на самом деле вас услышит. Потому что вы самый родной человек. И он живет на ваших энергиях. Не сомневайтесь. Как поддержать ребенка, который выходит из реабилитационного центра? Значит, из реабилитационного центра, когда выходит ваш подросток, у него также должны быть два документа на руках. План его выздоровления дальше, потому что на реабилитационном центре ничего не заканчивается. Есть дальше план прописывания шагов, работа со спонсором, посещение групп, даже если он подросток. И план выздоровления в семье хорошо бы составить и семейный договор. Важно, чтобы все члены семьи тоже выздоравливали, тоже проходили шаги и умели разговаривать между собой. Поэтому если он подросток, то тем более семейный договор, он же никуда в другое место не уезжает, он же не взрослый человек, он живет с вами вместе. Значит, есть семейный договор, есть такая лекция. Если непонятно, то возьмите образец семейного договора и начните его заполнять прямо сейчас. Лучше бы до выхода вашего подростка из реабцентра, чтобы составить вместе с психологом этого центра, вместе с его куратором и специалистом. если он уже вышел, то можно это сделать в первые дни, когда вы встретились дома и тоже составить семейный договор. Делайте двух экземпляров, один вашему сыну, второй вам и все стороны соблюдают неукоснительно. Последствия невыполнения семейных договоров тоже должно быть там прописано. Это такая работа родителей и семьи. Так важно. На какой ваш курс стоит пойти, чтобы наладить отношения с ребенком? Отношения с ребенком это лучше всего развивающий диалог. Вот самый лучший курс на отношения родителей и дети это развивающий диалог. Поэтому всячески советую. Девятый поток начнется 14 ноября. Пожалуйста, присоединяйтесь. У ребенка 11 лет, на телефоне стоит родительский контроль. Сын, конечно, против. Стоит ли оставлять контроль на телефоне? Стоит оставлять контроль на телефоне и честно, прямо объяснять, почему. Потому что действительно вы несете уголовную ответственность за вашего ребенка, вас будут штрафовать, если вы не выполняете своей ответственности. Прямо объясняйте, что это моя родительская ответственность иметь этот родительский контроль. Ничего страшного нет, если у нас откровенные с тобой отношения. Если ты меня заранее предупреждаешь о чем-то, говоришь, отпрашиваешься, мы с тобой договорились, то что страшного в этом родительском контроле-то? То, о чем мы с тобой договорились, то и пришлось с телефона. Все нормально, все, информация совпала. А у вас можно составить семейный договор? Конечно. Конечно, можно прийти на консультацию по семейному договору, составить и замечательно его подписать. Мы работаем мощно онлайн, пожалуйста. Если сын с 13 лет крал деньги, это тоже выходит из семьи? Это выходит из семьи. Самое главное, чтобы там не было заболевания. Есть такое заболевание. Вообще, вот в таких случаях, когда прямо проявляется с раннего детства кража денег и дальше это продолжается и ничем не останавливается, то есть никакая терапия не помогла, а то хорошо сделать расстановку. понять, откуда вашему ребенку пришла вот эта трудность. Это прям может быть семейный симптом, который был у кого-то из предков. Может быть, кто-то сидел в тюрьме за это, кто-то этим занимался в какой-то период жизни, когда было так сложно. Трудные времена. Все может быть, что на вашего ребенка это так влияет, поэтому он вырует деньги. Я живу с 9 лет в приемной семье. Не спрашивали мое мнение, что нравится. Мне 24 года, 6 лет живу самостоятельно, но все еще сложно выразить свое мнение, брать на себя ответственность, говорить нет. Действительно вам сложно, потому что, во-первых, вы когда-то были лишены своих родных родителей, кровных, и в той семье, где вас воспитывали, тоже не спрашивали мнений, много за вас решали, думали, как лучше для вас. Может быть, даже предугадывали ваши желания и прям все исполняли заранее. Поэтому вам так сложно. Этому можно научиться. Ничего страшного нет. Можно пройти 12 шагов в сообществе Кода или ВДА. Можно с психологом позаниматься. Можно одну сделать расстановку, действительно, одну, которая на уверенность в себе, на умение принимать решения, на такую поддержку рода к вам, восстановить своих кровных родителей, даже если вы о них ничего не знаете. И действительно этот симптом уйдет. Вы будете уверены в себе человеком. Как доверять сыну 18 лет? Уехал в другой город учиться. Паникую. Вот прежде всего работаем с паникой. Паникующая мама ему совсем не нужна. Я вам серьезно говорю. Ему нужна мама сильная, взрослая, верящая в него бесконечно. Ведь он уехал в другой город, значит, ему тем более нужна поддержка от вас на таком расстоянии. То есть вот будьте большой мамой, с паникой справьтесь со своей. Ему 18 лет, он ищет себя в жизни. верьте в него бесконечно, поддерживайте его, говорите, что я в тебя верю. Ваша паника не дает жить ни вам, ни ему. Поэтому прежде всего работа с паникой. Ну что, будем заканчивать. Рада с вами увидеться. Задавайте свои вопросы, с удовольствием буду отвечать. Запись этого эфира будет обязательно. Вы можете ее пересмотреть. Приходите на наши курсы, на вебинары. 4 ноября в 19 часов по Москве провожу открытый урок, к которому можно присоединиться. В открытом эфире будет много интересного упражнения, розыгрыша. Также буду отвечать на вопросы. Так что, пожалуйста, все для вас. С удовольствием встретимся, увидимся. Прощаюсь с вами. Спасибо вам за ваше внимание к нам, за то, что вы с нами. ваше внимание. Спасибо. Продолжение следует...